Всем привет, дорогие мои друзья! Располагайтесь поудобнее, мы продолжаем войну против Османской империи. И у нас задачи эту войну как можно быстрее закончить, для того, чтобы у османов была сила, время и возможность подготовиться к войне с мамлюками, которая так или иначе случится. Это война. Сила или время подготовиться? Ну, правда, когда эта война случится и... Так. Потратил я дипломатические очки. Так, она меня почему-то заинтересовала. 105 очков. Ладно, продолжим войну. Чуть-чуть повоюем, потом ослабим хватку. Нам сейчас надо Бахтан вывести из этой войны. Так, в Кастории бунтуют сепаратисты. Мы не зря оставили там армию. Так, вот раз, мы их и разбили. Молодцы, потери минимальные. Ну, как минимальные? 4 тысячи нам придется восстановить рекрутов. Так, 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 так. И надеюсь на... Быстрый захват этих крепостей. Влияние на папу увеличилось. Счет с османами 80%. Может быть, в Касторию тогда отправить наших миссионеров, пока там действует хороший модификатор. Так, ребята, мы уже привлекаем к себе союзников. Привлекаем. Союзники, привлекайтесь, привлекайтесь к нам. Захватим часть Бахтана провинции. Сейчас посмотрим, вообще, на что он готов. А, у нас нет дипломата. 94, 84, 100. Австрияк, а ну возвращайся домой. Австриякский дипломат. Казань начала против Золотой Орды войну. Да, Золотую Орду, несмотря на то, что она большая, бьют. Османская империя хочет мира. Мы сначала с вашими союзниками он и подпишем. Давайте на военные очки фокус сделаем. Крым. А что, у вас была война? Да, нифига ж себе. Так, отняли провинции. Ну ладно, еще одну провинцию. Переотняли. Отняли, переотняли. Но мы займем столицу и мы займем куда более лучшие регионы. 42, 35. Ой, там мамлюки. Видите, стягивали войска. Значит, что-то между ними таки будет. Отозвать дипломата. Хорошо, у нас дипломаты свободны. Ладно, давайте захватим, потом будем перемирие им втюхивать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Столицу мы взяли. На что ребята готовы? Готовы отдать деньги. Готовы платить репарации. Проход войск торговое влияние не готовы. А ведь это престиж. Можно было бы и взять. Давайте тогда дозахватим крепость. Я думаю, теперь они будут готовы на это. Потом мы, конечно, это все будем отменять. Нам оно как бы вообще не нужно. Золотая Орда Крым. Нет, с Золотой Ордой мы вас оставим. Помогайте ей. 7 престижа всего-то. Нет, ну 7 престижа это тоже хорошо. Перемирие между ними это отлично. А вот то, что эти ребята ничего и никак не хотят. Ну, давайте попробуем их заставить. Так, одну армию мы уничтожили. Османская империя. Все еще жалобно просит о мире. Нет, нет, ребята. И нет. А вот вы могли бы эту провинцию мне передать, Венеция? Какие-то у себя на уме. Мне это не нравится. Сейчас поляки склонят. Престиж уменьшится или философ умрет? Давайте посмотрим, каких очков административных нам добавят. Поможет, когда будем национализировать провинции, которые отберем у османов. Дипломатия, предложить мир. Все еще не хотят. 8, 18. Ну ладно, пошли вглубь территорий. Поляки же вас так били. А вы не хотите. Видимо, ударов поляков мало. Давайте поулучшаем отношения с соседями, с какими можем. Тут 200. Обновим кассус Белли. Это болгарские сепаратисты. Значит, нам сюда. Может, от двух провинций вы что-то нет. Уже 10, 10-16. Но что-то определенно в нашу пользу меняется. 91. Хороший счет с османами. Но я хочу 99 хотя бы. Все, теперь они готовы с нами разговаривать. Но так как мы можем срубить с них 100 дукат, я думаю, нам стоит их немножко еще помучить. Давайте посмотрим, что у них тут есть. Желание мира. Рост усталости от войны. Счет 2%. Нет, мы долго будем добиваться. Давайте отправим требования как есть. Ребята, идем. Что-то быстро нам свернули лавку с османами. Сейчас мы будем через 17 дней, точнее, предлагать им мир. Дипломатическая репутация плюс 1. Хорошо, пусть будет. Так, а вот теперь самое важное. В общем-то, для чего мы тут и собрались. Я знаю, что многие ребята предлагали выделить какую-то державу. К примеру, Византию. Отчистить предложение. Византию. Или Болгарию. Или Византию и Болгарию. Что мы можем сделать. Но мы не сможем сделать их своими вассалами, так как они слишком богаты. А мы все еще маленькие ничтожные герцогства. Мы можем завоевать и попытаться сделать их своими вассалами. Но вот вопрос. Если мы можем взять провинции и национализировать. И потом воевать против Валахии. То зачем нам размножать сущности? В общем-то, сделать это мы сможем и в следующей войне. Против этих ребят. А так Византия с Болгарией могут обрасти союзами с нашими соперниками. И будет мне плохо. Хотя в то же самое время они могут быть и моими союзниками. Правда, что толку? Как говорится. Так. Верни мне, пожалуйста. Не хочет. Я бы Эпирусу отдал. А так, я так понимаю, я ни одну провинцию отдать Эпирусу не могу. К сожалению. Так. Дипломатия. Предложить мир. Что я хочу? Я хочу вот это. Очистить требования. Я хочу вот это. Хочу вот это. Нет. Даже не так. Это Венеции достанется. Да? Не мне. Значит, не хочу. Хочу вот это. Вот это. Вот это. Я думаю, мне с головой этого хватит. Потому что это очень богатая ПРО. Вы видите? Шесть базового. Семь базового налога. Два базового налога. Шесть базового налога. А претензии мои распространяются. Не смогу я взять. На него нет претензий. Он мне будет слишком дорогим. Ладно. Беру вот это себе. Вот это себе беру. Вот это себе беру. И вот это себе беру. Такой раз. И раскормился. Неплохо подошли так к Константинополю. А это оставляю еще этим ребятам. Подождите. А могу я их унизить? Могу. Заставить платить репарации? Могу. Еще и часть денег с них взять. 225 дукат. Но. Отношения с державами я, конечно, испорчу. Правда. Я думаю не в ту сторону, а больше в эту сторону. Без денег мы могли бы взять еще одну провинцию. Но у меня не хватит административных очков, чтобы ее национализировать. Все просто так через шифт не то. Унижение я беру для того, чтобы получать плюс 1 очко. То есть 3 очка в месяц дополнительно. Это стоит брать в любом случае. То есть мы оставляем бигу. А то, что берем, на все это у нас претензии есть. 4 провинции, да? 1, 2. Цвет флага наш. 3. 4. Да. И потом, соответственно, фабрикуем претензии на всю эту окружность. Никаких у нас хитрых заданий нет. Предложить мир. Да. Вассалов пока кормить никаких и нечем. Вассалов будем кормить в другом месте. Может быть сделаем вассалом валахию по войне. По миру мы не сможем этого сделать. Ну и у нас нет ничего в идеях и в таком, чтобы аннексия стоила дороже нам, чем вассализация. Так что давайте поэкономим дипачки. У нас как раз с ними не все гуд. Так, это у нас крепость. 159. Да, как я и говорил, дорогие ребята. 99. А что по усталости от войны? 322. Какой штраф это нам уйдет? 10%. То есть 15, 10, 15. Это 40 очков и 6. 46 очков мы переплатим. Либо можно подождать 32 месяца. 32 месяца. Нет, я думаю, мы будем национализировать. Все, что можем. Ну видите, не все мы можем на самом деле. Вот такая вот война и такой вот мирный договор. Мы стали больше. Проход полякам оставили. С валахием мы граничим. Единственное, что сейчас огорчатся. Немножко парни. Еще плюс 1 дипломатическая репутация. Ну давайте попробуем. А, мы и так с ними улучшаем отношения. Сейчас мы... Что у нас там по союзам? 6 из 7 нам. Трапезунт правопрохода и Бахтан. Куча разных договоров. Ну с трапезунтом надо разорвать правопрохода. Оно нам уже не нужно. А, повстанцы. Ого. Ну, ближе будет. Будем что-то делать. И войска. У нас тут 8000. Давайте домой, ребята. Отменить проход войск. Возвращайся назад. Кстати, 600 дукат у нас есть. Лимит флота А21. Можем построить еще один барк. Давай здесь. Армии трогать пока не будем. В принципе-то мы даже можем сэкономить на их содержании. Вот так вот. Пока явных восстаний нету. 40% только болгарские сепаратисты. Свободен. Давайте предложим ребятам союз получить дипломатическую репутацию. Сколько у нас отношений? Плюс 50. Гарантировать потом независимость им. Нет, Феодора. Никакого правопрохода. Грузия, Трапезун, Феодора и Пре... Ой-ой-ой-ой-ой. У них, конечно, будут проблемы и без... Мамлюков. Ну и мамлюки тоже доставят им проблемы. Нет. Убираем гарнизон. Нечего содержать халявную крепость. Раскрыли. Жесть. 99 и 59. Ближайшие это 59. Давайте национализируем. В принципе, тратим админку. Так, эти все события. Символ старта чего-то страшного. И копим админочки, чтобы национализировать все-все-все. В 24. В 25. И в 25. Ну, хорошо, что основные генераторы беспорядков. А у нас, кстати, сейчас не все так плохо. 3 и 6. Ну, это все сойдет. И Дирне тоже, я думаю, сойдет. Австрия. Австрия же у нас теперь сменила соперников. И в соперниках Флоренция. Кстати, мы можем фабриковать и на Валахию кассу спели. Но только зачем? 26 февраля. Давайте рвать с вот этими ребятами. Отменить проход войск. Освободим дипломата побыстрее. Так, торговое влияние нам совершенно не нужно. 5 из 7. Венеция, Австрия, Польша, Валахия и Пир. Все вроде нормально. Ну, то, что там Османская империя фабрикует, пусть себе фабрикует. У меня, как бы, доминирование, какое-никакое оно есть. Венецианская армия спокойно гуляет по нашим территориям. Правильно делает ей. Бояться тут нечего. Может, нам все-таки стоит построить. Ой-ой-ой. Стоит, стоит дом построить. Дополнительные доходы. Пусть он уже капает. 16. На Родосе сколько? 13. И 10. 10. 10. 10. Пусть налоги плюс дукат. Это содержание двоих или троих отрядов неплохих. Давайте нам рекрутов. Рекрутов побольше. Грузия приняла... Ага, Белый мир между Османами. Тлэмсен и Персия. Ну, держитесь за этот союз. Вот, правда, Бахтан. Казань, Крым, Рязань, Черкесия, Бахтан. Куда ты влез? Мамлюки, не нападайте, пощадите. Османов на немного. Мы можем фабриковать претензию на Валахи. Она теперь нам открылась. Она с нами в союзе засейвлена. Так, с этими у нас перемирие с Османами тоже нужно понять. До которого до 37-го. 23-й. То есть мы вполне можем сейчас думать, с кем повоевать. Австрия придет на помощь, а тут Венеция придет на помощь. Ну, плехо, плехо, плехо. Хотя мы можем заключить союз с Миланом. И нам как бы нужно сфабриковать. Обновить наши претензии. Лишили здесь. Военщину, конечно, берем. Скоро у нас будет больше флотилий. Следим за рисками восстаний. 9, 5. Наша усталость. Усталость постепенно тает. И тут с нами тоже все в порядке будет. Так, а с кем мы будем улучшать отношения? 200. 80. Вот, кто нам нужен. Давай, давай, Венеция. Разорви с Флоренцией союз. Они тебе вообще не подмасть. Все, мы выполнили задание. Плюс один дипломатической репутации. Восстановить людские резервы. Давайте возьмем это, раз других нету. Ну, вассалам, как я и говорил, мы не сможем их сделать. Они слишком богатые. Прекратить улучшения. И мы сделаем другое. В подбрюще им сфабрикуем претензию. Давайте посмотрим, какая их провинция выгоднее. Наверное, на обе сфабрикуем. Если что, 7 базовый налог, 11 базовый налог, 9. Вот эту можно взять. Но претензии сфабрикуем на обе. Союзники, союзники, союзники. А вы пойдете, кстати, с нами в войну? Валахия пойдет в войну. Слушайте, это хорошо. Но она, конечно, может так или иначе пойти с нами в войну. Либо на щите. А тут воевать не будут. Но что делать с Венецией? Она меня пугает. Ладно, давайте фабриковать все-таки претензию на Валахию. Это как бы нелогично на союзника. Но она тут рядом. И мы можем за счет ее немножко разъесться. 60% болгарские сепаратисты. Бранденбург начала против Помераний войну. Там что-то с купцами. Вот Московия бесит меня с Польшей. Этими договорами постоянно. Арагон больше не считает нас своим соперником. Слушайте, раз все так хорошо. Может быть вы захотите... И может мы вас... Мы можем призвать Арагон в войну против Флоренции. То есть собрать действительно такую армию. Арагон поможет флотам против Венеции. Милан поможет силой против Флоренции. Так, национализировать. Да, да, да. Давайте. Хотя нам сейчас нужно сначала устаканиться. И не спешить в новую войну. Мы никуда не опоздаем. Тише едешь, дальше будешь. Видите, 24-й, 1524-й мамлюки еще никому не объявляют войну. Может готовятся, а может... Претензии, правда, у них есть. Видите, полный список. Эти ребята отдыхают. Крым, Тлэмсен, Персия. Не самые лучшие союзники. 80-го. Все. Все, ребята, все, все, все. Дело сделано. Платим. Что-то мне там за смс приходит. Задержим. И смотрим, где-где явный риск восстания. Так как Эдирна у нас крепость. Рощи. Угодья. Луга. Семь тысяч. Семь тысяч. Мы восстанавливаем рекрутов. Блин, ну это плохо. Феодора начала против Крыма войну. Османская империя пока в эту войну не втянулась. Так, хорошо. Перекрестили. Ой-ой-ой, сколько сунитских провинций. У вас станут тогда в Софии? Или в Софии? Не помню, как там меня поправляли. Я пока никуда его не посылаю. Право прохода у тебя есть? Да, право прохода есть, так что я думаю, он придет на помощь. Неаполь, Венеция, Венгрия, Османская империя, Эпир, Арагон, Флоренция, Валах. Вот все, что нам нужно. Как раз в одном флаконе. Так, я так понимаю, это постройки строились. Ну, давай, давай, давай. Мы успеем восстановить боевой дух. И даже кое-какую часть солдат. 3,6, 5,4, 7,6, 7,6. Я надеюсь, что не все и не сразу. Можно даже вот этих вот подхлестнуть, чтобы они первыми восстали. А с остальными мы как-то уже справимся. Дипломат у нас свободный. Претензии есть, я так понимаю, фабрикуются. Ай, свободный дипломат. Давай-ка тут улучши отношения, чтобы мы его уже скушали. А сколько, кстати, у нас дипломатическая репутация? 3,06, неплохо так. Так, мы можем договариваться со всеми, со всеми, со всеми. Вот Тарагон нас любит в Венгрии, Утрехт в Союзе. Восстание не дают нам затевать большие войны. Хорошо. Нас не раскрывали, это плюс. Мы тихо тайно сфабриковали себе претензии, все. Как там у нас национализация? Почти готова в Эдирна. Кстати, потом понизим автономию. Мне так жаль, что мы больше не претендуем. Но обновим претензии. Так, Эдирна готов. Риск восстания у нас. Минус 4,8. Ох, мы можем вот этих убрать вообще. И тут тоже убрать. Если национализируем быстро. А остальное, ну вот эти вот 80, которые зависли, ни туда, ни сюда. Это, конечно, беда. Правда, 90% рекрутов, это сколько? 20 тысяч. И деньги у нас зависли ни туда, ни сюда. Все, спадают, ребята. Да, так и есть, уходят. А эти готовы. Мы ждем. И османы ждут, ждут нападения. Вау, 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 вау. Так. Почти национализация завершена. Удара потом помощь придет. Давайте, чтобы нам не сбили национализацию. Помогай, Валахия, помогай. Давай, 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 давай к нам. Справились, молодцы. Правда, задание сразу обессмыслили. Восстановить рекрутов. Обессмыслили. Так, вот тут вот можем спокойно снижать, без всяких рисков. Эдирная, стоит ли повышать или лучше повоевать? Я думаю, выбор очевиден. Лучше повоевать. Повоевать не с Валахией, а повоевать с Флоренцией. Не хочется, конечно, втягивать в эту войну Венецию, но, видимо, выбора никакого нет. У нас особо... Эти ребята не воюют, спину нам не ударят. Все выглядит таким, знаете, спокойным, размеренным, правильным. Давайте попробуем сохранять его таковым. Крепость, значит, здесь не имеет смысла содержать. А вот постройки построить можно попробовать. 250 рекрутов, 125, 125, 375. Это уже строили. Что здесь? 006. Размер флота увеличен. Мы и так его увеличим очень скоро. Так, эффективность производства. Ну что ж. Наверное, пока ничего строить не буду. И встретимся с вами уже в следующей серии, где мы, скорее всего, проведем войну против Флоренции, либо против Валахии. В Флоренции, это мы будем наши итальянские угодья расширять. В Валахии, это Балканские, близбалканские угодья. Подбираться все ближе к... Ну, с нашими союзами мы можем себе это позволить. Госпитальеры будут по чуть-чуть разрастаться во всех направлениях, в том числе в сторону мамлюков. И скоро-скоро-скоро мы будем воевать с мамлюками тоже. Удачи вам, хорошего настроения. И помните, что в описании под видео вы найдете ссылки на другие мои прохождения.